привет всем вы на канале клуб садоводов хабаровск с вами александр осенью я вам показывал в октябре как я упаковывал и укладывал потом в подвал саженцы винограда укорененные мной в том же в прошлом сезоне и заворачивая в речной песок на даче прям на острове у нас вот я уже начал распаковывать саженцы для чего это потом скажу видим песок сохранились они отлично я уже проверил все замочил марганцовку сохранились отлично песок видим влажный я его немного увлажнял через горловину и сейчас вот два саженца последних осталось я разрежу и покажу как это выглядит внутри то есть метод хороший хранение в песке влажном но скажу вам как я их тащил с острова не подумал завернуть в тряпочку привезти сюда потом упаковать здесь дома в песке тащил все это оттуда на теплоходе вот увидим песок влажный корни корни в песке тут так сильно не видно на первый взгляд гнилых нету почки хорошем состоянии не разбухшие ну они хранятся при температуре сегодня там плюс 5 градусов состояние отлично это вильда какая хорошая корневая система и две мощных лозы выдал за сезон замачиваем его на гранцовочку и второй разрежем пиш-миш 342 по-моему вот здесь вытерлась вот это у меня там записано да он 342 было другого не было режем также увлажнял несколько раза три наверное ходил помаленьку наливал воды той самой температуры которая в подвале заранее подготовив там тару с водой бутылки и подливал я просто хочу облегчить субстрат что несколько саженцев я обещал знакомым отдать поменяться на другие ягодные культуры и им передать тоже сразу в облегченном субстрате и самому чтоб не тащить потом опять на остров такие тяжести с началом сезона сейчас начнется у нас материалы тем более отпуск в мае планирую взять и чтоб меньше таска не было я его облегчу но это тоже сохранился хорошо непонятное вот правда пятнышко если кто знает подскажите что такое может быть я наверное ее обрежу но вижу почка вот это хорошая живая я пока не буду ничего делать в принципе можно будет обрезать оставить же нам надо будет всего пару почек я все но при когда он начнет вегетировать я летом обрежу и оставлю две почки нижних самых тоже корневая хорошая гнилого ничего не вижу много тонких корней замачивая сейчас я приберу вот этот песок отсюда и продолжу видео с новым субстратом итак я залил горячей водой кокос кокосовый субстрат но тут больше было чипсов как бы палочек и и в отдельной таре брикетированный вот у меня остаток оставался брикетом я его сейчас перемешаю кокосовый субстрат отлично удерживает влагу все отдается кипятком чтобы избежать какой-нибудь плесени после а тут до дачи уже осталось март и апрель первого мая уже начнется навигация и мы повезем можно еще добавить опилки я так и сделал немного добавлю опилок выпаренных я специально уже заранее для этого подготовил и получится упаковка почти как у магазинных саженцев и получится упаковка почти как у магазинных саженцев они сохранятся я хранил магазинные саженцы немного было дело покупал сейчас еще заказал ну получилась такая фракция не как песок то есть она как бы дышащая дышащая будет и влажная можно сделать сразу в пакете ну я вот нашел у меня куски лутрасила я порезал их сделаю в лутрасиле лутрасил плотный шестидесятка по моему саженцы сейчас корневую подержал с полчаса в марганцовом растворе закрываем сразу корневую шейку корни можно подогнуть для хранения при посадке мы их расправляем и вот так плотно и вот так плотно скручиваем скручиваем Продолжение следует... В песке хранил впервые И убедился, что метод хранения хороший А потом беру вот так стрейч-пленку И оборачиваю саженец, чтобы не уходила оттуда влага Подворачиваю низ Верхушечку я оставлю вот так приоткрытой Для того, чтобы вдруг появится необходимость их уложнить Лишнее можно обрезать Вот так Все остальные я сделаю без видео И в подвале у меня еще хранятся саженцы В пятилитровых обрезанных бутылях Пластиковых вопилках Я понесу их утром туда Досниму видео И мы посмотрим, как хранятся вопилках Я скажу, что я с ними делаю При хранении Получился вот такой брикет Устанавливаю в ящик И упаковываю дальше Ну а вот хранилище мое Я его показывал как-то Вот эти саженцы, которые я сейчас принес Упаковывал В субстрат А вот про саженцы в опилках Тоже я смотрю Почки хорошо себя чувствуют В смысле такие Не высохшие Немножко уже набухшие Правда температура сегодня здесь 4 градуса И я накрываю Опилки Укрывным материалом Лутросилом Здесь вот не прикрыл И приходится чаще опрыскивать Ну и держу здесь водичку Этой же самой температуры И раза два в месяц Я захожу сюда Просто открываю бутылку Так брызнул немного И все Вот так они у меня хранятся В хорошем состоянии Почки Все четко На этом заканчиваю свое видео С вами был канал Клуб садоводов Хабаровск И я Александр Всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова